Слава Украине! Приветствуем от Полонского! Пребывающий в каком-то перманентном маразме Путин заявил, что у стран, которые делают проблемы так называемой России, ничего не выходило и ничего не выйдет. Ну как же ничего не выходило? Посмотрите, одно то, что Путин и его Россия полный изгои, с которым не хотят встречаться даже лидеры экваториальной Гвинеи. Ни о чем не говорить. Раньше к нему ездили Макроны, Буши и так далее, Вайдены, Меркель. Кто хочешь ездил, да? А сейчас никто. Экваториальная Гвинея и кто не хочет. Ну разве что за деньги. Это одно. Дальше. Падение промышленности сумасшедшее. Они, конечно, рисуют там минус 2% или минус 4%, но все понимают, что это пальцем деланное, это все бред сумасшедшего. Падение промышленности на России в этом году реальное, ну процентов 15-20. Вот это будет самое то. И люди выживают только за счет того, многие семьи, точнее сотни тысяч семей выживают просто за счет того, что отправляют на убой в Украину своих мужичков полупьяненьких. Эти мужички там ликвидируются, ну и часть семей за это получает вот эти отходные деньги. Или там кто рыбу, кто билеты в цирк. Ну вот общественный туалет построили, да. Не, домашний туалет одним там героем построили. Интересно. И барана дали, да, тоже. Ну вот за счет таких вещей выживают. Вот мужички, правда, пьяненькие, больше домой не возвращаются никогда. Ну это, кажется, издержки производства. Мужички эти никому, собственно говоря, там сильно и не нужны. Но это единственный способ заработать. Других способов в путинской рашке заработать уже давно нет. Что еще? Медицина в ауте, дороги в ауте. Самолеты не ремонтируются, да, потому что летают нам, машут этими крыльями ворованные самолеты, которые не могут ни в одной стране мира получить нормального сервиса. Из страны ушли тысячи нормальных компаний, которые не хотят больше в ней работать. Это все, значит, ни о чем. Для Путина это все считается нормальным. Это с одной стороны. С другой стороны, почему Россия вот до сих пор не понеслись по ней массовые протесты, кроме протестов вот этих вот чмобичек, чмобичих. Да, вот женщина, которая отправила своего глупого чмобика подыхать в Украину. Как она называется правильно? Чмобичка или чмобичиха? Чмобичунья. Да, да. Вот чмобичунья только иногда протестуют, но и то, как они протестуют? Они же протестуют только в отношении того, чтобы деньги выплатили за благоверного, а его объявили дезертиром, ну, поскольку тело не нашли, его там разорвало на мелкие кусочки, или никто просто не стал подбирать с поля боя. И сказали, он дезертировал, денег ты не получишь, Ванька сдох просто так. Вот, собственно, и все. Весь разговор, который на России происходит, да. Так вот, почему нету массовых протестов? Все довольно просто. Дело в том, что процентов 70 населения вот этой вот, так называемой, России, они, они живут в полном дерьме, понимаете? И хоть так в дерьме, хоть так в дерьме, они никогда не жили хорошо, вообще никогда, да? И они считают, что вот, знаете, вот как глист, глист, пребывая в каловых масках, он считает, что это нормальная среда обитания, да? И, в общем, они высказывают абсолютно никаких претензий по данному поводу. А зря, а зря. Видимо, есть более интересные места обитания, да? Но такие россияне, которые живут вот в заднице мира, они никогда другой жизни не видели, они всю жизнь жили в заднице. Ну, задница стала чуть более вонючей, чуть более, как говорится, жуткой. Ну и шо? Они же никогда жизни не видели. Вот, собственно говоря, поэтому Путина, они могут Путину, или копию Путина этого услушать, когда она несет всякую архиенею.